Первые сертификаты на соц. ипотеку получили 4 подмосковных тренера, в их числе Константин Дынден, тренер подзюдо спортивной школы номер 2 Солнечногорского района. Сертификат дает право на 50% первоначальный взнос и возможность выплаты оставшейся стоимости жилья в течение 10 лет. Программа «Социальная ипотека», которую запустили в 2016 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, призвана решить те же личные проблемы врачей, учителей, тренеров, воспитателей, молодых ученых и уникальных специалистов Московской области. Ранее упор делался на учителей и врачей. Сейчас приоритет – тренеры и воспитатели. В школах Подмосковья введут пятидневку. 95% школьников и их родители проголосовали за то, чтобы не учиться по субботам. Еще в марте из-за многочисленных обращений в администрацию губернатора Андрей Воробьев предложил провести опрос среди учеников о пяти- или шестидневке в школах. В прошлом учебном году порядка 200 тысяч детей обучались в выходной день. Родители пожаловали, что их дети перегружены и не успевают делать уроки. Также у ребят остается мало свободного времени на отдых. Единственным выходным остается воскресенье. По словам министра образования Марины Захаровой, муниципалитеты получили рекомендации. И с 1 сентября 2018 года школа Подмосковья должна перейти на пятидневный режим обучения. С 2019 по 2024 годы в Московской области планируют построить 69 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова. Только в следующем году планируется построить и оборудовать 12 фапов на сумму свыше 222 миллионов рублей в рамках губернаторской программы здравоохранения Подмосковья. Каждый из фапов будет оснащен необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медицинского работника и его семьи. Открытие и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Каждый из объектов будет обслуживать от 3 до 10 ближайших деревень. А летом число пациентов будет увеличиваться в 2-3 раза за счет дачного сезона.